добрый день дорогие друзья и раза приветствовать вас всех на своем канале и это видео будет посвящено второму отчету по вязанию кардигана марго на пышных дам вот я провязала определенное количество клубочков хотела довязать полностью до верху ну я имею ввиду без рукавов но решила в начале снять прошу заранее прощения за тень потому что у нас на улице паспорно и снимаю при комнатном свете вот цвет конечно не передается тот который на самом деле у меня в кардигане но хочу вам сказать что он очень красивый такой небесно голубой цвет что хочу сейчас рассказать как бы вам полностью это показать вот так у меня и связалась примерно сейчас я перейду на штатив и расскажу более подробно пожалуй начну из со своей печальки если вы обратите внимание то цвета различается то есть я связала уже 8 моточков пряжи и когда открыла еще одну упаковку то обнаружила что незначительный незначительное отличие но она есть и я срочно побежала магазин но мне сказали что вот как бы всего лишь было две упаковки которые забрала я и когда привезут следующую неизвестно но так как мне нужно вязать естественно я решила сделать следующее вот как бы я соединила две ниточки вот один цвет вот второй цвет и у меня получилось как бы как градиент сейчас как бы это модно говорят вот я и сделала значит думаю что я извяжу эти четыре моточка которые у меня есть такого светлого цвета а потом там еще у меня остаются два матка и я наверное на концах рукава сделаю уже таким же цветом как я сделала тушку у кардигана значит кардиган получился у меня вернее вязка получилась плотная она такая знаете я еще представляю что когда она постирается еще уплотнится еще сильнее и вообще как бы хотела чтобы был такой плотный при плотной и так как я вижу туго то естественно расход пряжи у меня идет большой но я об этом знала естественно купила с запасом вот сейчас видите цвет передается такой какой у меня на самом деле он есть вот сейчас я провязала 70 сантиметров высоту то есть я уже подошла к тому месту где разделила на переднюю полочку заднюю то есть сейчас начала провязывать вырез для рукавов как я уже вам говорила вяжу я на круговых спицах то есть на одних круговых спицах сейчас у меня просто переброшено чтобы вам показать я перебросила на другие спицы то есть у меня вот эта полочка дальше пошел зад ну то есть на разных спицах это у меня но вяжу я на одних и сейчас вот когда я прошла уже разделение на перед и на спинку значит естественно я продолжаю вязать то есть у меня получается я сейчас вижу шести моточков то есть у меня на каждую половинку идет по два моточка мне как бы так удобнее вы естественно можете вязать отдельные планки можете вязать как бы на отдельных спицах у меня просто спицы один метр 20 сантиметров поэтому мне удобно вязать и конечно немножко происходит замедление когда я перехожу от на от одного матка другому ничего страшного видите как бы не никаких таких грубых погрешности нет от мы у меня при переходе расскажу немножко я сделала здесь небольшие подрезы то есть я здесь провязала вот с одной стороны с другой по две петли для чего это сделала для того чтобы хорошо потом посадить рукав потому что рукав я буду вязать сшивать его не буду я его вывязывать отсюда то есть из проймы вывязывать я не буду буду отдельно вязать рукава тоже буду вязать сразу два рукава и потом буду как бы пришивать сюда вот еще расскажу одну особенность которую я сделала значит если вы помните из предыдущего моего видео то я делала вот такие как бы я сделала один раз и больше не хотела делать но в конечном итоге я все-таки решила убрать эти 10 петель и через каждые 20 рядов я сделала убавление пять раз то есть я эти 10 петель все-таки убрала они у меня как раз пришли пришлись на средину то есть вот видите я последнюю убавление пятый раз делала и пошла отсюда вывязывать уже вырез для рукавов ну что какое у меня впечатление я конечно определенное количество времени не вязала в связи с тем что я болела и голоса у меня не было чтобы рассказывать поэтому вот сейчас интенсивно вижу и хочу сказать что в принципе вязка продвигается быстро даже при всем том что это очень большой размер как бы я честно скажу что я такие большие размеры не вязала но я смотрю что особых сложностей у меня это вязка не вызывает я думаю что если вы возьметесь и начнете вязать вместе со мной то у вас тоже не вызовет никаких сложностей правильно сделать расчет нужно подобрать правильные спицы правильный рисунок и тем более что модель это вы померить всегда вы сможете если что то не получается распустить можно но я не распускала нигде и вот сейчас когда я перебросила опять очередной раз на спицы я примерила на себя меня вполне устраивает результат значит ну в принципе как бы наверное и все что я хотела вам на сегодняшний день рассказать и так думаю что следующее видео будет последнее где я уже вывяжу пройму для рукавов вывяжу рукава значит думаю что я на одном рукаве вам покажу как я буду сшивать его вот и затем уже сфотографирую себя в нем и покажу вам не обещаю что это будет ближайшие дни но я стараюсь вязать как можно быстрее а сейчас я с вами а на этом я с вами прощаюсь желаю вам легких петелек хорошего настроения подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была Ирина всего вам самого наилучшего и до скорых встреч доалах